Всем привет! Вы смотрите студенческие новости Универньюз в студии Анны Глазунова. Я готова рассказать вам о самых ярких и интересных новостях из жизни Казанского Федерального Университета. Итак, сегодня вы увидите. Президент крупнейшей корпорации «Хайр» господин Джань Жуйминь выступил в Казанском Федеральном Университете. В набережных Челнах открылся завод по производству стиральных машин компании «Хайр». Александр Гудков провел рабочую зарядку на озере Кабан. 29 августа состоялось первое заседание ученого совета КФУ в новом учебном году, прошедшее под председательством ректора Ильшата Гафурова. Посредством открытого голосования были выбраны заведующие сразу восьми кафедр юридического факультета КФУ. Проведен конкурсный отбор на должности профессора-преподавателя общей университетской кафедры физического воспитания и спорта. Более подробно мы расскажем вам в следующем выпуске. А мы продолжаем. С открытой лекции выступил президент крупнейшей корпорации «Хайр» господин Джан Жуйминь перед слушателями в Казанском Федеральном Университете. Смотрим. В большом концертном зале «Уникс» Казанского Федерального Университета прошла открытая лекция председателя правления и генерального директора «Хайр» групп Джан Жуйминя. Подобными лекциями спикер выступает в США, Европе и Азии, а в Россию приехал впервые. С приветственными словами выступил ректор Кафульшат Гафуров. Он озвучил тему лекции, рассказал немного о компании «Хайр». Тема лекции – это создание модели интернета вещей мирового уровня. Также состоится презентация книги «Философия Хайр. Перерождение 2.0». «Хайр» за 35 лет своего развития достигла впечатляющих результатов. Порядка 40 миллиардов долларов мирового оборота по итогам 2018 года. Лидерство в течение 10 последних лет среди мировых брендов бытовой техники. Господин Джан Жуйминя отметил, что площадку для своей лекции в Казанском федеральном университете выбрал не случайно. Для меня огромная честь приехать в Казанский университет, потому что университет имеет давнюю историю – более 210 лет. Тем более из тех университетов вышли целеприятные выдающиеся людей – Ленин, Лев Толстой. Поэтому выступление в этом зале для меня огромная честь». Компания «Хайр» была основана в 1984 году. Это ведущий мировой производитель бытовой техники и электроники. Компания является единственным экосистемным брендом интернета вещей. Как только Джан Жуйминь пришел в компанию, он сразу же начал применять модель корпоративной модернизации «Рэндан Хеви». Основной смысл модели заключается в том, что каждый предприниматель создает ценности непосредственно для клиентов, при этом повышая свою собственную ценность. «Самый главный стимул для развития компании, как я уже рассказывал, я сейчас уже управляю компанией более 40 лет, и у меня такой опыт, одним словом, это максимизация ценности персонала, человека. Если сможешь это выполнить, то компания останется навсегда». Всем слушателям была подарена книга «Философия Хайр. Перерождение 2.0», где подробно рассказано о взлетах и падениях мировой компании, о модели, подходах к клиентам и сотрудникам. После лекции все желающие могли задать интересующие вопросы, на которые спикер ответил со сцены. А после выступления господин Джань Джуйминь посетил музей Казанского федерального университета. Директор Кафуль Шат Гафуров познакомил гостя с историей, уникальными экспонатами и книгами университета. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. Приезд такого важного гостя, как председателя правления и генерального директора Хайр-групп Джань Джуйминь в Россию не случайен. 28 августа в набережных Челнах открылся завод по производству стиральных машин компании Хайр. Уже с 2015 года на базе инжинирингового центра Кафу открыт учебный центр Хайр, где готовят специалистов. Подробности в сюжете. Виолетта Басова, Университета А в дальнейшем будет установлена дополнительная линия, которая позволит выпускать до 1 миллиона единиц техники. Предприятие дает возможность обеспечить город рабочими местами. Их будет более 300. А специалистов компании Хайр готовят на базе инжинирингового центра Казанского федерального университета. Набережные Челны стали третьим городом России после Москвы и Екатеринбурга, где открылся учебный центр Хайр. Мы очень интересно сотрудничаем с этой фирмой. И в 2016 году был создан центр такой совместной фирмы Хайр. Лаборатория – центр холодильного и гриогенного оборудования. Там создана оборудование самое современное, что есть на сегодняшний день, с учетом возможности подключения к интернету. Это очень-то премиум класс холодильного оборудования и климатического оборудования. Компания Хайр оборудовала учебный класс с последними образцами собственной кондиционерной техники. Благодаря этому студенты набережной Челнинского института КФУ приобретают навыки работы с климатическим оборудованием. Там проходит у нас практическая работа, лабораторная работа для студентов, специальности строительства. Это кондиционирование, вентилирование. Это специальности теплотехника, которая изучает тепловые машины. И многие другие специальности. Это дает возможность студентам работать в дальнейшем по профилю в крупнейшей мировой компании. Учитывая, что мы единственный технический вуз в городе Набережной Челнинской регионе, то, конечно, на 95% комплектация идет нашими выпускниками. У нас есть инженеры, которые заканчивают образование в области холодильного и клиогенного оборудования. Ну, это как бы совсем по профилю фирмы Хайр. Набережная Челнинский институт КФУ тесно сотрудничает с компанией Хайр. В учебном центре Хайр обучение проходят не только студенты, но и специалисты с целью повышения квалификации в области проектирования, монтажа, сервисного и технического обслуживания, а также знакомства с новинками и перспективными моделями оборудования Хайр. На базе центра также проводятся встречи, конференции и семинары, которые охватывают различные аспекты климатической техники. В течение последних двух лет было проведено пять курсов для специалистов фирмы Хайр по повышению квалификации, по производственному менеджменту, по герармейским машинам, по качеству, по английскому языку. То есть, идет постоянная такая работа. Только за последнее время порядка 150 сотрудников фирмы Хайр прошли у нас повышение квалификации. Планируется и дальше развивать сотрудничество между компанией Хайр и набережной Челнинским институтом КФУ. На сегодняшний день уже намечено несколько целей. Буквально недавно состоялась у нас встреча, на которой мы обсудили три момента. Первый – это доснащение наших лабораторий оборудованием фирмы Хайр. Второй – это подшерпные школы совместные с фирмой Хайр. И третий – это подготовка специалистов, магистров в области криогенной техники и холодильного оборудования. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. Известный российский телеведущий и шоумен Александр Гудков опубликовал в своем аккаунте инстаграм-видеоролик с рабочей дискозарядкой от заводчан. Примечательно, что съемками занимался коллектив «Громкие рыбы». Некоторые из них являются сотрудниками Универ ТВ. Итак, смотрим. Посол WorldSkills Александр Гудков вместе с Казанским объединением «Громкие рыбы» снял ролик «Рабочая зарядка». В видео, посвященном утренней зарядке, также снялись работники Казанского вертолетного завода и Казанского мотостроительного производства. Упражнения выполняют молодые люди в рабочих комбинезонах, используя различные строительные инструменты. Идея пришла достаточно просто, ведь Александр Гудков был послом WorldSkills. Уже был, можно говорить, был. И поэтому, коль уж он приезжал к нам в Казань, коль уж он был у нас там в течение двух дней, почему бы не снять с ним ролик. Ведь именно этим он и гораст. Ролик сняли в рамках культурной программы WorldSkills «Казань-2019», которая организовала дирекция спортивных и социальных проектов совместно с дирекцией парков и сквера в Казани. Видео снято возле озера Кабан под трек «Пап-н-джамп» от бельгийской ретро-группы «Технотроник» и оформлена в стиле видеоклипов зарубежных исполнителей конца 80-х, начала 90-х годов. Все силы напряглись, чтобы вот те два часа, пока Гудков есть в наше распоряжение, мы что-то смогли с ним сделать. Примечательно, что съемками занимался коллектив «Громкие рыбы», который сделал нашумевший рекламный ролик чебоксарского трикотажа. Сейчас в планах у ребят выпустить сериал, а это значит, что в скором времени нас ожидает еще один хит. На этом у меня все. Еще увидимся. Пока-пока.